Экономика должна быть экономной. Таково требование времени. Актуален ли этот тезис в нашем тысячелетии? И за счет, за чей счет можно и нужно экономить, постараемся разобраться. Наш первый гость сегодня, координатор проекта Евросоюза «Северный морской коридор» Владимир Харлов. Владимир Галактионович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, поскольку мы уж взялись сегодня, принялись считать, давайте попробуем посчитать. Россия пережила немало кризисов. Какие бы вы выделили в этом и прошлом столетии? Конечно, Российская Федерация после того, как перестал существовать Советский Союз, пережила непростые времена. На мой взгляд, человеку уже по хорошо помнящему тот период, 91-й по 93-й, был одним из самых трудных. Я хорошо помню тогда, мы жили в Архангельске, я пришел за сметаной, я не осмелился ее купить. Наверное, пять минут семья думала, купить эту новую гайдаровскую сметану или не купить. Это была «Красная звезда» магазин, я хорошо помню, и все-таки купили. Потом, знаете, Катя, вдруг резкое оживление. Деньги стали иметь свою ценность. То, что раньше люди ездили в знаменитых вагонах и третье купе, вот, прятали колбасу, привозя ее с Москвы, пустые полки, вдруг стали заполняться товарами. Мы увидели весну, в самом настоящем экономическом смысле этого слова, и немножко расслабились. Расслабились. Вы согласны со мной? Согласны. Что дальше? У нас это вообще система в России такая? Кризис, расслабились, снова прижало. Я думаю, да, наверное, потому что стала замечаться эйфория. Кстати, заговорили опять о том, что Красная Армия всех сильнее, что мы всех лучше. И так незаметно ползли, ползли, ползучей своей походочкой. Если это так можно сказать, в 97-м году. Вот здесь пик эйфории. Я помню, мы приехали на Украину, и тогда все говорили, вот мы теперь богатые. А смотрите про наших украинских братьев, что можно сказать. Они рады любому нашему рублю. Ну, а уже почти был август еще не 98-го, но 97-го. Ну, а год спустя произошло то, что можно сказать, когда люди ударяются фейсом от тейбл. Мы так иногда говорим, лицом от ствол. Помните это время? Мы буквально сегодня прослушаем лекцию «Историческое прошлое». Это действительно, ну, конечно, мы все это помним. И до сих пор, получается, переживаем, да? Предпоследний, давайте предпоследний, Крис, 2008-го. Можно ли вы вообще находитесь? А 98-й вас не интересует, а мне его немножко надо вспомнить. Хорошо, давайте, давайте остановимся. Дайте мне две минуты. В Москве уже мы избрались, и я работал в администрации Ненинского автономного рокуга. Сын, институт нефти и газа, и надо платить деньги. И ждешь, когда же рубль еще упадет, еще, еще, еще. И тогда все же платили в долларах. Короче, этот кризис нас крепко, очень серьезно образумил. Мы думали, навсегда надо понять, что рубль должен быть единственной национальной валютой. Надо перестать номинировать квартиры, машины, любую услугу в долларах в Соединенных Штатах. Выходить на нормальные параметры. И тогда и случилось то самое импортозамещение. Думаете, оно сейчас идет-то? Нет, дали промышленности целых, ну, скажем, три года. Почему? Да потому что девальвированный рубль стал прекрасен для экспортеров. Эти лады наши, наши, пусть не самые лучшие по качеству в мире услуги, но машиностроение начало оживляться. И опять помешало. Как вы думаете, что? Все то же самое. Нет, нет. Нет? А что? А что же помешало? Очередной кризис? Я люблю вот... Задачи задавать, да, экономические? Угадается вузовский работник, да? Нет, как раз не кризис. Как раз мешки с деньгами. Ну, начали валиться деньги, совершенно не заработанные Российской Федерацией. Ну, знаете, это как вот, наверное, в семье. Вот вы меня правильно предупредили. Мы для наших жителей как-то и, может, проще должны все объяснять. Ну, вот муж ваш зарабатывал, скажем, 40 тысяч рублей в месяц. Совершенно ходил на работу, совершенно собственным трудом. Нет, это-то и не подлежит сомнению, но через неделю объявляет вам, что он уже 50 тысяч зарабатывает. А еще через полгода 80. А потом 100, и все больше и больше. Я вот смотрел статистику, готовился к вам к передаче, и оказалось, с года 2000 до 2014 Россия заработала, вдумайтесь цифру, 5 триллионов американских долларов только на экспорте нефти. А вы отслеживали это вот обогащение, так называемое в нулевые, по регионам? Где это проявилось, так скажем? Я не могу заниматься рекламой, но я отвечал всегда за северо-западный федеральный округ. И тогда в компании «Лукойл» наш головной офис был тогда в Архангельске, и он был добычей здесь, и генеральный директор Алексеевич Баринов просто говорил, ты должен учитывать возрастающий спрос, и мы должны спешить предложить на рынке услуги, услуг, наши нефтепродукты. А что еще мог предложить «Лукойл»? Косвенно, а точнее мы приходили к необходимости удорожать масло, наши заправки стали все более совершенными, но не всегда инфраструктура опаздывала. Вот я инфраструктурщик, пока буду рад, если мне будет удастся сказать об этом тоже. Хорошо, вот мы продали нефть, произошел кризис, дальше 2008 все-таки он нас настиг. Из-за нашего чрезмерного обогащения. Давайте мы к этому моменту вернемся, у нас звонок в студии. Алло, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, здравствуйте, мы слушаем ваши вопросы. Здравствуйте, дорогой гость. Конечно, очень просто, мне кажется, красивыми словами говорить о кризисе, об экономии. Вот скажите просто нам всем здесь зрителям канала ПС, как нам вообще экономить правильно, когда уже не на чем больше экономить, зарплаты ниже низкого, цены выше высокого, как экономить, как вообще выжить? Дайте совет. Ирина, спасибо большое. Сейчас попробуем вместе выяснить как раз в течение всей нашей программы. Хорошо, да, вопрос простой. Продали нефть, да, все понятно. На ком-то сказалось, на ком-то не сказалось. Вот, например, на Ирине не сказалось обогащение всеобщее, да, и вот этот вот нулевые подъем. Нет, может быть, почувствовали мы его все, но в большей или меньшей мере сейчас. Средний, вы знаете, какой у нас средний уровень заработной платы? И, Катя, конечно, и он известен. Минимум в рублях сейчас не вспомнится. Скажите, а что это в валюте? В валюте тебе лучше вообще не озвучивать. Это совершенно маленькие цифры. Ну, мы не работаем на валюту. Вы знаете, ведь, вот, Ирина, и вам отвечаю. Вы подумайте, всегда в любом минусе есть плюсы, в любых плюсах есть минусы. Простите, ситуацию просто. Наша рабочая сила, вот сейчас экономисты, не я говорю, дешевле, чем китайская. Это, я ничего не вкладываю плохого. Только конкурентная способность. Мы сейчас можем, грубо говоря, продать свою рабочую силу дешевле, чем китайская народная республика. Мы это даем, собственно говоря, ее дешево и мало получаем. Вот эти слова, дешево, мало, они, Россия, Федерация, 83 субъекта. То, что кажется дешево, мало, скажем, в Москве, Ямало-Ненецком. Ненецком-тоном, скажем, в таких регионах, где я совсем только что недавно был, считаю, очень повезло, Ульяновская область, Вологодская область, это дешево уже вполне можно считать нормальными деньгами для среднестатистической семьи региона, на которой мама, папа при двух статистических детях смогут покупать нормальные, давайте понимать, продукты, нормальную одежду, учить ребенка, водить ребенка в садик. — Владимир Владимирович, а что делать? Давайте присуществующий. Минимальная для Архангельска 12,880, как-то так звучит эта цифра. — Цифра, конечно, вы ее лучше знаете. — Как ее распределить, если это вообще возможно, так, чтобы выжить? Существует же, наверное, какая-то техника, какая-то система. — Я не человек с Луны, хотя по своей работе вижу, как живут развитые страны. Извините, конечно, Арктический совет, вы, Кат, не назвали, я там в рабочей группе Амати, авиация и морской транспорт. Я понимаю, что я среднестатистический человек, извините, выше среднего. Но дело в том, что пропорция... Когда я к вам готовился, Ирина, все еще вам отвечаю. Я задал вопрос своим норвежским, канадским коллегам. Вот мне Анна Герт Ползен, в частности, преподаватель университета Вальти, ответила. — Владимир, скажи русским, извините, а мы очень дружны давно. Но скажи, что это порочная практика в России вводить население в нищету. Сегодня Канада, Норвегия, наши американские партнеры, исландские, шведские, датские, вот те, кто входят в эти Арктические советы, они справедливо считают Россию... Как бы так, давайте так, тогда по-другому. Мы 64-я страна классификации Организации Объединенных Наций. Смотрите, там номинируется 200 стран. Смотрите, мы, получается, лучше, чем вся Африка, кроме Южноафриканской республики, но мы хуже Европы. У нас трудноуправляемая территория, не улыбайтесь. Архангельск изначально огромные требуют энергетические затраты. Мы только сейчас сошлись с мазутной иглы, и только сейчас уважаемый Газпром, наконец, привел нам здесь сюда линию Газпрома. Только, наконец-то, мы сейчас добились того, что электрифицирована железная дорога, и наши билеты объективно до Москвы станут дешевле. Пожалуйста. Но в существующей реальности 12 этих 800 нам не разделить пропорционально? Делить всегда легко, Катя. Пытаться продать рабочую силу более выгодно. Рабочие места — это самое главное. Вот смотрите, мне нужно сейчас... Мы в Феверном морском... Вот, Мирго, я вас перебью, у нас звонок, да, висит звонок. Алло, мы вас слушаем. Да, я ухожу. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Слышите, да? Да. Очень приятно, да. Борис. Здравствуйте, Борис. Мы слушаем ваш вопрос. У меня вопрос. Долго ли наши чиновники будут разрушать заводы? Все уже работать, людям негде. Где работать, где зарабатывать? У нас город, наш город работает на Европу. Эти все торговые сети, это же страшно. Вот у нас по-ленинградскому здесь торговая сеть, развлекательный центр строится. Это ужас. Наверное, в Москве такого огромного центра нет торгового. Спасибо большое за звонок. Спасибо большое. Ну, действительно, вы же следите, да, наверное, за жизнью в регионе, Владимир Глокотеевич. Наша лесная, так сказать, отрасль, называют ее мертвой. Знаете, сколько, да, у нас лесозаводов прекратили свою работу. Вот вопрос, почему? Давайте попробуйте вы нам на него ответить. Почему? Во-первых, это, Борис, к сожалению, картиночка-то не только-только Архангельской области. Вот я вчера прилетел с Мурманска. Шарики, фонарики, Мурманск Молл, огромные эти торговые комплексы. Они, первое, изуродовали города, во-первых. Смотрите. А второе, конечно, легко критиковать. Люди, с другой стороны, когда строят что-то, создают рабочие места. Если рабочие что-то строят, они получают зарплату. Значит, они платят налоги. Значит, они закрепляются на месте, они создают семьи. Семьям нужны детские сады, нужны школы, потом музыкальные школы. Вы знаете, получается хороший цикл. Вот как раз норвежка Герт мне и сказала, подскажи на программе, если у тебя будет время, что именно повышение благосостояния народа приведет к увеличению покупательского спроса. Все заработает, все будет востребованным. И тогда вот, Борис, правильно вы сказали, тогда вот эти торговые центры не будут казаться дикостью на фоне разрушенного производства. Я думаю, наступит время, кто-то ответит за разрушение лесного комплекса Архангельской области, который давал 25% валюты Советского Союза. Отец был один из руководителей этой отрасли. И ушедший год назад, я помню, он без слез не мог говорить о том, как флагман завод Третий Ленина, или как его называли, и Ленина называли, и директор САС, с которым мы обсуждали, в печали говорили. Выход. У нас тоже вызывает слезы, к несчастью, да, этот факт. А теперь рабочий мест, Катюш. Еще один звонок, да, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Сергей, я житель Архангельской. Очень приятно. Узнал ваш голос, Сергей. Бесполезно скрываться не будете. Владимир Галактийович, вот я знаю, что вы... Алло. Да, Владимир Галактийович вас узнал по голосу, но мы слушаем... Сергей Анатольевич, вам не скрыться, к сожалению, я вас узнал. Что же будем делать? Голосовая память. Вы знаете, где я работал в свое время? Можно я все-таки спрошу? Мы слушаем, да, мы слушаем ваш вопрос. Владимир Галактийович, у вас так много международных связей в разных странах. А вот сейчас подписан новый документ о развитии Соловейского архипелага. Может, вы сможете кого-то привезти из инвесторов для помощи нашему вот этому замечательному месту? Рад, Сергей Анатольевич, что вы без иронии задали вопрос. Спасибо за предложение. Спасибо за... Кстати, на него, Сергей Анатольевич, вполне можно ответить и очень позитивно. Как-то получилось так, что попал на день рождения, мне везет в последнее время, в правительство Норвегии Турегель Линдеберг. Частично мой куратор, он отличал день рождения, он сказал, увидев новости, «О, наконец-то Лавров подписал 72 часа безвизового пребывания туристов, круизных лайнеров в Архангельские Соловки». Но потом, спасибо руководству Архангельской области по туризму, госпожа Зиновская подтвердила, «Да, 72 часа безвизового режима есть». Видите, как-то после этого наступает, видите, зимняя холода, потом все равно наступает согласование, потом я так, как нехорошо знаю языки «хурте», «грутен», вот, наверное, меня поправят, кто знает норвежский язык, они ведь тоже очень осторожны в продвижении. Но вам, Сергей Анатольевич, и зрителям с удовольствием отвечу, что Мурманск, далее продление линии до Архангельска, Соловецких островов, а также земли Франции и Осипа, новой земли, представляется большой интерес для западного туриста. Я очень надеюсь, что вот ведомство Светланы Зиновской получит все необходимые условия, контракты для расширения этих туристов. Значит, правильно, вы сказали, придут туристы, придут деньги, сейчас придет валюта, значит, придут новые технологии, в том числе и бережное отношение к природе, придет новый флот, придет новая культура и все позитивные, положительные вещи. А вы знаете, что итальянский инвестор, мы сегодня обсудим, наверное, с вами ленту новостей. Итальянский инвестор планирует прийти в Архангельскую область, холдинг по производству оборудования для работы с сыпучими материалами. Причина, опять же, логистика, да, удобная. Верится в это? Ну, я немножко всегда говорю так, обещать жениться, это еще не значит пойти под венец. Итальянцы для меня инвесторы несколько странные, потому что мы привыкли иметь дело с теми, кто знает, как работать в низких температурах. Их корабль успешно утонул рядом со всем, с известным местом, с такой гибелью больших людей. У меня дочь жила в Италии, я их знаю, как сугубо южную страну с быстрым темпераментом, которая быстро считает деньги, быстро теряет деньги. И я немножко пока выражу некий скептицизм и осторожность. Ну, то, что новость это есть, и что есть намерение, уже хорошо. Вы в Архангельске с важной миссией завтра. Вы выступите с лекцией «Северный морской коридор», «Продвигаясь в высокий широт». Расскажите нам об этом проекте Евросоюза. Спасибо. Спасибо. Ну, эта лекция назначена 19 февраля. И я думаю, спасибо директору Иванкину, с коим нас связывают отношения партнерские. Это директор института нефти и газа. Я должен буду рассказать о Северном морском коридоре и транспортировке нефти и газа. Все-таки студенты у него получают дипломы соответствующие. И мы очень бы хотели, чтобы они в дальнейшем и работали. И получали вот то самое рабочие места, оплатили налоги. Лекция будет идти в течение часа. Я надеюсь, что я расскажу все, как было. Очень просто. В 2002 году президент Российской Федерации Путин и тогдашний премьер-министр Норвегии встретились и договорились, что нужно расширять инфраструктурное сотрудничество. Присоединилась к нам Великобритания. Да. Присоединилась Дания. Потом особенно активно Голландия и Бельгия. Ну, а все остальное мы рады, что Архангельская область участвовала. Владимир Голландионович, у нас звонок в студии. Алло, мы вас слушаем. Алло. А, извините. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Эдуард. Вопрос, в общем-то, такой. Я только присоединился к беседе. Может быть, и уже была эта тема. Кризис кризисом, но есть у меня какие-то накопления сегодня. Как вот уважаемый Гусь думает, их лучше хранить в рублях или в валюте. Какой вклад, что посоветуете? Ну вот в качестве финансового эксперта у нас выступаете. Советуйте. Вот советуйте. Позволяете, Эдуард? Доверяете? А это мы уже потом решили. Я всегда в стены вкладывал, когда стал заработать выше среднего. И поверьте мне, только одно скажу, стены. И это должен быть Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Ну, я думаю, речь не о таких. Ну, а если говорить поменьше направления, доллар с евро вы опоздали, рубль будет укупляться. Мы это видим сейчас. Он укрепится порядка 10-12%. Вот. Но лучше совсем заключение. Яички должны быть положены в долларовую, евро и рублевую корзину. То есть еще есть смысл менять рубли на долг? Только не здесь, конечно. В Центральных банках Москвы здесь курс совершенно непонятным образом завышен. Совершенно завышен. Вот ответ на этот вопрос. Ну, раз уж мы заговорили о курсе, у нас еще... Раз уж заговорили о курсе, но новостная лента сообщает нам, официальный курс евро, установлен Центробанком на 18 февраля 86,96, вырос на 1,87, доллар подорожал на 1,6, 77,85, нефть сегодня 32,53 доллара. Но вообще мы уже, россияне, все поняли, да, что поедим ли мы один раз или два, купим ли мы себе ботинки зимние или нет, зависит от цены на нефть. Вот как-то так получилось. Вот сейчас мы это стали почему-то понимать. А почему? Почему зависит стоимость моего бутерброда, скажем так, от цены на нефть? Этот вопрос, ну, он почему-то обсуждается-обсуждается, но мы ведь, россияне, этого не понимаем. Расскажите. Очень удачный вопрос. Во-первых, волатильность рубля, она вот, вы сказали, банкиры говорят, это вот то самое, вверх и вниз, она очень влияет на жизненный уровень. Я вот сейчас посмотрел, готовился к вам передачу. Посмотрите, что же оказалось? Оказывается, все больше и больше становится в мире сырьевых стран. Вы думаете только о Российской Федерации? Нет. Нет, я вот сейчас вам назову Венесуэла, Иран, Алжир, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Норвегия, Канада. Да, да. Соединенные Штаты, Сланцевые. Здесь вот что произошло. Здесь только надо понимать, что сейчас? Диверсификация. Это то есть яички раскладываем своих производств в разные корзины. Во-первых, у нас корзин еще нет. Людей, которые будут раскладывать, нет. У нас пока ничего нет всего этого. Здесь надо реалистически мыслить. Правительство здесь абсолютно реально говорит, надо учиться вдобавок торговать сырьем. Наша нефть, она дешевле, чем нефть Brent Eurals на 10%. У нас, вот когда вы смотрите Brent, а мы еще 10% дешевле. Что нужно? Мы пока ничего не придумали, как ручное управление включили и выходим с гордостью на добычу уровень самый высокий в истории Советского Союза, Российской Федерации. Мы где-то 11 миллионов баррелей, так Запад считает. Сейчас тут я привык. Вот 11 миллионов баррелей в день производим. Валютная выручка невысокая, рублевая хорошая. Здесь надо этим воспользоваться. Я как могу усложнять, вы скажете, упрощайте. Но там, кто это решает, он должен иметь классное образование. То есть его не хватает. Почему в Эмиратах-то все не так? Почему в Норвегии-то все не так? Сравнили. Вот и все. Потому что мы 62 миллиарда долларов минимум тратим на вооружение. Наши сирийские проблемы, украинские вопросы. Вы что? Мы не сопоставимы. А у нас всего 143 миллиона населения. У нас 17 миллионов квадратных километров, чрезвычайно привлекательной для наших конкурентов территории. Вот. И мы сидим. С одной стороны, мы хотим масла и хотим понимать. И понимаем правильно. Пушки должны быть или иначе. И масло отберут. А почему российские продукты сейчас дорожают? Тоже для обывателей. Вот хочется понимать, да? Очень просто. Почему? Посмотрите, упаковка, она вся импортная, начинка русских продуктов, это немножко от лукавого. Нет там русских продуктов. Почему нефтяники жадные, говорят часто, а они транпортируют нефть в долларах. Поэтому их давят налогами, говорят, давайте, выручайте родные. Они говорят, а мы рады. Вы что, если нас зарежете, так сказать, много у русских пословиц на эту тему, то кто вообще станет дойной коровой? Все равно, по-разному можно считать, но наша оценка, все равно порядка 60% доходов Российской Федерации, это нефть и газ. А почему? Почему наших-то нет? Ну, хорошо, продукты не наши, не российские, да? Поэтому дорожают. Почему полностью российские? Катя, вот вы прекрасная половина, я вам скажу, беременность, она ведь длится не 9 дней. Она длится 9 месяцев. Смотрите, говядины, чтобы я вынужден быть экспертом. 7 лет воспроизводства говядины. Но смотрите, положительные-то вещи, почему мы не видим? У нас курятина, уже импортозамещение, свинина, уже импортозамещение. Мы впервые продали пшеницы в прошлом году. Я могу в миллиард ошибиться, это погрешность допустима. 21 миллиард пшеницы продали, а оружие только на 12 миллиардов. Но тут же, скажу вам, Бразилия на 105, даже Бавария на 26 миллиардов. Одна из составных частей Германии продала продуктов сельского хозяйства. Но хороший потенциал, ресурс есть. Еще о реалиях нашей жизни. На сайте счетной палаты Российской Федерации появилась такая информация. Кстати, не так и недавно почти 20% бюджетных средств, выделенных на работу особо охраняемых природных территорий, использовались с нарушениями. Там, к сожалению, фигурирует и Архангельская область. Давайте узнаем эту информацию. Федеральным государственным бюджетным учреждением Национальный парк «Русская Арктика» были допущены серьезные нарушения при выполнении работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на загрязненных территориях островов Архипелага Земля Франции Иосифа. В результате с признаками ущерба использовано 718,5 миллионов рублей или 49,7% от общей стоимости работ. Из трех запланированных к вводу в 2013-2014 годах объектов был профинансирован и введен в эксплуатацию только один пожарная станция в нацпарке Кинозерский на сумму 16,5 миллионов рублей. Два других объекта исключены из федеральной адресной инвестиционной программы, а почти полтора миллиона рублей, оплаченные за проектно-сметную документацию, использованы с признаками ущерба. Это только один из примеров, к сожалению, опять же. А почему так у нас происходит? Мы честно, что ли, не умеем? Нам не хватает честно заработанных денег. Я вот сегодня, да, лгал вам, что вчера, сегодня или вчера приехал в Архангельск, и меня вез таксист. Он милиционер бывший. Говорит, слушайте, не знаю, я ушел с милицией. Я говорю, почему? У меня нет никаких прав. У меня прописано быть вежливым. Я понимаю это правильно, но люди ведут себя отвратно часто. Вот мы, почему я это говорю? Мы думаем порой, что у силовых структур так много прав, что невозможно с ними иметь дело. Я к чему это говорю? Я говорю о том, что мы что, хотим новых посадок? Мы хотим разобраться в этом всем. Здесь непростой вопрос. Если каждый случай экологического нарушения требует серьезного вдумчивого расчета. И вы понимаете, что здесь мы столкнулись? Каждый экономист, эколог может стать экономистом, но далеко не каждый экономист может стать экологом. И часто эти цифры-то, они неправильные. И в том числе госпожа Голикова, возможно. Был ведь вопрос, я уж сейчас подниму. Есть министерство финансов, контролирующие органы, еще и счетная палата, надсчетная, суперсчетная. Где-то недосчитались в общем. Нет, где-то пересчитались. Где-то слишком много чиновников, которые контролируют. Знаете, какая классная работа контролировать? Так может не только контролируют, может еще и как-то оседает? Ну, это ведь презумпция невиновности. И никто не отменял так любого человека, который работает. Он, говорят, всегда может ошибиться. И если его посоветят в тюрьму, а где мы найдем? Кадровая скамейка. Вот смотрите, Северный морской коридор. Чтобы все знали, Болтун пришел. Мы, смотрите, мы учим людей. У нас есть транспортные компании, которые нам просят обучения морскому инжинирингу. И наши бизнес-партнеры их обучают. Наш бизнес-партнер создал 60 рабочих мест в Северо-Одвинске. И 50 в Архангельске, норвежестве. Мы сейчас встречались, вот когда Артур Николаевич Черенгаров, я выступал с докладом, 8 декабря на 5-м арктическом форуме. Подходит Чартан Карлсон и говорит, слушай, мне нужно 12 инженеров в Северо-Одвинске, проектантов с хорошим знанием английского языка. Буду платить 3-4 тысячи долларов. Подходит президент Макаровки, подходит министр Ливанов, и все разводят руками. Надо 7 лет. Беременность не была этих людей. Нет, госзаказ надо менять, экономисты, юристы. Нам надо прогнозировать хотя бы чуть длиннее своего носа. Тогда все получится. Еще вопрос потребительский, скажем так. Как вы считаете, сейчас у банков брать кредит можно? И вообще, раз уж затронули эту тему кредитов, процентная ставка, знаете, да? Дорогие деньги в России. 15-20, да. Сумасшедшие кредиты. 15-20 процентов для физлиц. А в Европе в 4 раза меньше. А что Европу-то равнять? Как? Почему? Ну, а на кого? Ну, а что же? Инфляция, потому что в Европе другая бизнес-культура, другая экономическая история. Мы ведь говорим с вами не о Турции и Египте, где уважаемые архангелогородцы ездили. А мы говорим о визируемых странах. Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания. Там длинная история финансовых институтов. При всем уважении Герману Грефу, он многое делает, чтобы Зербанк приблизился к мировому уровню. Но его капитализация, а это значит стоимость денег вместе с персоналом и зданием, она составляет максимум 8% от захудалого банка Соединенных Штатов Америки. Нам нужно учиться. Учиться и учиться. Владимир Ильич Ленин. Спасибо вам большое за беседу. Я думаю, для многих она была полезна. Мы всегда рады вас видеть в этой студии. Спасибо. Спасибо.